ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте поговорим для позы. Начнем тогда с натурал позы. Натурал позы. В общем, для меня это что-то классическое, что-то несложное. Ну, ты просто стоишь на месте, машешь ручками туда-сюда, с одного бедра на другое, голова вправо-влево, вдаль, вперед, в камеру. Это что-то несложное. Для меня это, кстати, нетипично китайское. Это, в общем-то, то, что я могу и на обычной съемке показать в России, и для меня это будет нормально. Просто стандартные классические поры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и тогда сразу же симпл позы. Вот тут, да, за гвоздком. Практически то же самое. Для меня это всегда вообще то же самое. И когда я прихожу на какой-то кастинг, и мне говорят, покажи симпл позы. Я как бы показываю хорошо, что-то простое, естественно. И тут они говорят показать мне нейчер поз. И я думаю, что нужно показать что-то другое. Но для меня, в моей голове, это идентичные позы. И ты показываешь им то же самое, и они остаются довольны. Клиенты всегда довольны, им нравится. И я не считаю, что есть какая-то разница между этими позами. Для меня это все то же самое. Все идентично. Главное, чтобы клиент был доволен, а остальное не так важно. Клиент был доволен, а остальное не так важно. Окей, big poses. Ну, это любимое, наверное, всеми моделями, всеми девочками и клиентами, видимо, тоже. Они считают, что это что-то high fashion, что-то очень большое. Вот именно большое, действительно, ты должен во всем кадре находиться практически. То есть расставить ноги так, чтобы от одного угла до другого руки тоже желательно, чтобы по диагонали ты занимал весь кадр. Поднять ногу, прислониться к стене, задрать ее как балерина. Это вот все вот сюда. Все, что ты можешь, все способности своего тела, как занимался йогой, спортом. Все, все сюда можно, все применить. Им это очень нравится, и я не знаю почему. Как бы для нас фэшн это что? Это что-то наоборот более классическое, более такое высокое. А для них это что-то, что занимает весь кадр, все пространство. И главное, задирать повыше ноги и руки. Это все, это будет здорово для них. Да, занимайтесь спортом. Да, девочки, занимайтесь спортом, и тогда Big Poses это будет вот ваше все. Потому что их просто практически на всех кастингах. Даже если кастинг для каталога или для чего-то, все равно просят показать, что ты можешь. Потому что мало ли им в голос придется что-то во время работы придумать. То есть ты позируешь 8 часов, а потом они хотят немножечко фэшн поснимать. И тогда тебе это пригодится обязательно. Наверное, хорошо еще быть гематкой по совместительству. Тогда ждет успех в Китае. Субтитры подогнал «Симон» «Cute Poses». «Cute Poses» еще у меня в Тайване, например, называли это «Young Girl». И это что-то 14-летняя девочка с розовыми щечками, очень милая, очень такая вот... В Японии это называется «Кавайи». То есть везде по-разному, но для меня это вот такой типичный подросток, который радуется жизни, веселится, такой смешной. Можно построить рожицы, они тоже очень любят это. Обычно это снимают на пижамах каких-то, на каком-то белье вот таком вот с рюшечками, вот где-то вот здесь, или юбочки какие-нибудь. Субтитры подогнал «Симон» «Каталог» для меня в моем понимании, когда я прихожу и меня просят попозировать для каталога, это я представляю себе какой-то 30-летней здоровой мамочкой, в которой трое детей, она все спевает, в общем. Главное отставлять пальчик, вот так вот, сюда, 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 что-то вот утонченное, что-то вот законченные такие позы должны быть, но их нужно обязательно очень быстро менять, потому что на каталоге ты работаешь очень быстро, и все-таки когда тебя просто позировать на кастинге, допустим, для каталога, они хотят видеть, как ты уже работаешь непосредственно, как ты будешь работать для их каталога, как ты будешь себя вести перед камерой. Поэтому нужно быстро выдавать 25 поз в секунду и представить себя 30-летней успешной мамой. Для меня это вот что-то такое. Да, скорость денег очень важна, потому что почасовая оплата еще. Да, да, потому что за овертайм никто платить не хочет. Да. Ой, там. Играет музыка Играет музыка Они просят тебя походить Как бы для меня это что Ну просто просят походить Для них это что-то отдельное Какой-то отдельный вид То есть я не знаю для чего они это делают Может быть еще показать как ты в движении Смотришься Я обычно просто хожу вперед по диагонали в две стороны Могу назад походить Если они побросят Оглянуться, посмотреть по сторонам Все Я считаю Не считаю это отдельным видом Каким-то подразделением Поэтому я просто делаю сюда, сюда, сюда Все Вроде всем нравится пока что У меня была работа, где я програла восемь часов Я наверное всем всю жизнь буду про нее рассказывать Про эту работу Они просят попрыгать иногда Как балерина Как какой-то йог Зависнуть в вот такой вот позе В воздухе То есть люди Китайцы Они в основном Ну если мы говорим о Китае Они не понимают Что ты в своей жизни не занимался Может быть балетом Гимнастикой Йогой Им без разницы Они считают, что ты модель И ты должен все уметь Все И просто идеально Меня иногда просят Вот правда Какой-то Не знаю Какой-то пасть сделать Попрыгать Как в балете В черном лебеде Я не знаю Это что-то странное Страшное для меня Эта работа Наверное запомнится Именно всю жизнь Когда я прыгала Эти восемь часов И на этом батуте И без батута И это ужасно Это вот Да Эта работа ужасная Музыка С этим я столкнулась В Тайване Практически на каждом Кастинге Меня спросили В основном У меня ассоциируется Это вот С какой-то сумочкой Я не знаю Почему Вот кладчик Такой маленький Ты его держишь Здесь 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 Вот почему-то У меня ассоциируется С этим И в основном Всегда да Нам давали Либо сумочку Либо кладчик подержать Либо какую-нибудь Может быть Игрушку собачки Подержать Ну в общем Ты тоже успешная женщина Но в основном Еще рекламируешь Какие-то аксессуары Мне кажется Вот как-то так Ты успешная женщина Которая любит Шанель Но не может себе позволить Поэтому покупает В каталоге Китайские Сумочки Сумочки Или собачку Да Может себе купить Какую-нибудь Игрушку собачки Не знаю Зачем Ну как-то так Очень полезно Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Да Это отдельная тема тоже Ну в основном Когда ты приходишь На такие кастинги Тебе дают Такой наклонный Животик Девятый месяц Уже прям такой Конкретный Прям реально Девятый месяц Могут дать тебе В пару китайских детей Вот Мальчика Девочку И ты счастливая мама Двух детей Беременная Еще одним китайцем Должна вот выдавать Счастливые На девятом месяце Уже поздно Вот ты вот-вот-вот Родишь Вот через два часа Но ты должна быть Сидять С каким-то счастьем Красотой Излучать Просто Все-все-все Все-все-все Самое позитивное Что-то такое У меня по-моему Только пару кастингов было И слава богу Потому что видимо Я не подхожу Для беременной мамы Нам надо чуть помесистее Быть все-таки Мамочки набирают Там может быть Грубть еще нужно Там наливается Молоком Я не знаю Что они хотят И семьи Как ты жива китайские Даже не микс Ничего Вот ты стоишь Такая В европейской Конечности Причем Папочку тоже Дают китайцы Не знаю почему Европейцы У меня Были кастинги И даже Ну то есть Был мальчик уже Модель выбран Китаец Всегда Не знаю почему Может быть Они за межрасовые Какие-то Свадьбы Контакты Семь Я не знаю Но им нравится Для меня Это наверное Самое простое Что может быть Потому что В основном Их снимают Как-то По грудь То есть Это обычно Для ТВС Каких-то реклам Для кремов Для косметики Для чего-то такого Ты просто Они Просят тебя потрогать Свое лицо Тачфейс Просто Ты трогаешь Трогаешь волосы Лицо Как-то плавненько Это все переходит Из одного В другую позу И Для меня Это в принципе Всегда очень просто Потому что В России Я Тоже на съемках Каких-то Ну обычных Вот ТФП Тоже снимаюсь Именно так Иногда То есть Если это бьюти-портреты То это всегда Одинаково Мне кажется Хотя К сожалению Это только На ТВС В основном Или для Журналов Каких-то Для украшений Что-то Такого Добавил субтитры Субтитры Лукбук Это в основном Самая распространенная Работа в Японии По крайней мере В Токио Потому что Я была в Токио И 90% Кастингов Работа Это вот Лукбуки Это что-то Стандартное Ты стоишь Прямо Боком Спиной Опять другим Боком Можно 3 четверти Попросить Чтобы на тебе Максимально Хорошо было видно Одежду Без складочек Как она сидит На тебе Ну чтобы люди Видели Как она будет Сидеть на них Естественно То есть Ничего сложного Здесь нет Никаких эмоций На лице Тебя не просят Показывать Никаких Коз особых Никаких Биг Ничего Никуда руки Девать не нужно Да Максимум В карманы Там Или Одну ручку Заломил Вторую Оставил То есть Все очень просто Все очень легко Девушки отдыхают Мало то что в Японии И так легкие работы Потому что ты сидишь Ешь полчаса Потом 10 минут Снимаешь Потом опять сидишь 30 минут Ешь Так они еще и просят Тебя просто постоять В принципе На съемке Так что Это идеальная работа Моя прямая Всегда будет Работала Наверное Вместо каталогов Обычных Китайских Ладно Спасибо тебе большое Для тебя Я так именно Герман Понимаешь Герман Герман Вспомню Ну ты такая Лобашка Милашка Даша Мало на это Работала Потому что Я какая-то Видимо Не очень Улыбаюсь Все Все Как тебя Работают Ну ладно Я представляю Что это Розовыми щечками Может тебе Миленькую мусочку Фонж Розовыми щечками Розовыми щечками Розовыми щечками Розовыми щечками